Пытаюсь понять, почему стягивания на самом деле не являются таким уж важным средством для доказательства непланарности. Лема, если в некотором графе мы стянули ребро, и в полученном после стягивания есть капли 3, то и до стягивания капли 3 тоже было. Лема, если граф G' получен из графа G стягиванием некоторого ребра в точку, а в G' есть под графа K-3, то и в G' есть под графа K-3. Ну, то есть от того, что вы стянули какое-то ребро или несколько, у вас не может появиться капли. То есть если он есть в полученном стягивании, то он на самом деле был и раньше. Ребята, это совсем просто. Вот смотрите, что такое по большому счету K-3. Это три точки, каждая из которых соединена с этими тремя точками. Вот я там А, В, С, а здесь опять я там 1, 2. Давайте подумаем. Если стягивание происходило где-то там далеко, понятно, что это никак не влияет на эти точки и поэтому, как бы теорем очевидно, да? В G' есть такой вот граф, где каждый из А, В, С соединена с каждой из 1, 2, 3. Ну и если вы там где-то стягивали, в каком случае могла быть проблема? Ну скажем, если мы здесь, вот были две вершины, и одна из них получена стягиванием. То есть на самом деле, это раньше были две вершины, соединенные ребром, и его стянули. Ну, ребята, извините, как-то судьба этого отрезка не настолько важна. Там стянули ли мы кусочек, не стянули, это неинтересно. В какой случай реально нас интересует? Если точка С получена стягивание? Точка С или 1, вот одна из этих точек получена стягивание. Это действительно интересно. Ну вот давайте. Пусть точка С на самом деле получена стягиванием из каких-то двух точек цели. Отлично. Чтобы у нас возникло ребро 1 и стянутая точка, то, естественно, либо с С, либо с Д, или с С, должна быть соединена. То же самое двойка должна быть соединена, то же самое тройка. Когда у нас точки 1, 2, 3 соединены, то ли с С, то ли с Д, то ли с обеими, да, еще очень важное, если у вас было, были два ребра, а вот это вот стянули, то формально у вас получается, конечно, двойной. Но с точки зрения рисования планарного графа, двойной, тройной, хоть десятилой, это бессмысленно, потому что если вы сумели нарисовать один раз, то вдоль любого вы можете нарисовать много-много-много раз, да? Ну и наоборот, если вас интересует теорема фори, то, конечно, уж если вы один прямой отрезок нарисовали, то вдоль него прямая никак не пройдет. Поэтому там наоборот. Так вот, давайте считать, что если у нас какое-то ребро стягивается, а с его концами была соединена другая точка, то просто мы не будем говорить, что есть двойное ребро, а просто будем получать одно ребро. Итак, по факту надо разобрать такие случаи, когда точка С соединена, скажем, со всеми тремя, ну тогда это вообще странно, просто был К3-3 в исходном графе же. Или С соединена с двумя, а Д соединена с одной. Ребята, ну а в таком случае вот это, собственно говоря, есть ребро, соединяющее С, ну не ребро, а такая линия из двух ребер, соединяющая С стройкой. Тоже замечательно. В исходном графе был под графом К3-3. Леву доказал? Доказал. Очень хорошо. А что будет, если из Д вышло два ребра, из С1? Ой, вообще-то номерацию поменять. Название кого звать С, кого звать Д. Это сложно. Так, что сейчас важно? Потому что я вас немножко помню. Лемма была про К3-3, а теория Бократовская была про К5 или К3-3. Значит, сейчас нужно срочно писать такую же лему, только заменить К3-3 на что? К5. На К5. И получим неверное утверждение. Сейчас увидим. На самом деле это легко все, понятно? Представьте себе, что в графе Ж-штрих есть полный под графом К3-штрих. Вот они как-то расположены. Вот у нас здесь графка на 4. Здесь вот наши точечки. Значит, это А, Б, С, Д. А сливаются и... Так, опять-таки, если сливаются где-то сбоку, это вообще неинтересно. Если здесь на ребре, это тоже, в общем, реально интересно, когда вершина новая получается стягиванием ребра Е-Ф. Какие варианты? Могло быть, что точка Е соединена со всеми четырьмя. Но тогда у нас фактически был полный граф на пяти вершинах А, В, С, Д и Е. Могло быть, что вершина Е соединена с тремя, а Ф с одной. Могло быть, что Е соединена с двумя, и Ф с двумя. Так, если они перевыполняют, то есть если есть точки, которые соединены с той и с той, мы просто одно из этих связей, то забудьте про них уже. И так, рисую две картинки. Значит, одна картинка, когда Е соединена с тремя, а Ф соединена еще с двумя. Другая картинка, когда Ф соединена с двумя, и Е тоже соединена с тремя. Итак, вот мы решили Е, это мы решили Ф, вот видите, у него. Точка А, точка В, С, Д. Вот это вот и есть линия, соединяющая леи. И все замечательно. И это опять у нас полный подграф на пяти вершинах. А вот здесь не получится полный подграф на пяти вершинах. Например, потому что это степень всего лишь три. А когда на пяти вершинах, степень должна быть четыре или больше. Ребята, оказывается, это очень похоже на три домика, три колодца. Давайте подумаем. Пусть это у меня будет колодец. Давайте подумаем. Уж не домик ли это. Домик. Здесь домик. Так, здесь колодец. Здесь колодец. Проверяем. Е соединено с А, с Б и с Ф. Отлично. Д соединено с Ф, А и Б. С соединено с А, Б и Ф. Так, какой отрезок является мечтым? Какой надо отбросить, чтобы степень увеличить? Вот этот, да? А, Б, С. И вот этот. Два отрезка. Вот это мы сейчас доказали очень важную для всего нашего рассказа Ленову. Поскольку она здесь очень важна, разрешите я еще раз ее повторить. Если после стягивания обнаружили К3,3, то он и до стягивания. А если после стягивания обнаружили К5, то до стягивания было К5 или К3. Вот, оказывается, таким забавным свойством обладают эти два Ка. К2 и К5. Понимаешь? Это очень важная тема. Продолжение следует.